Привет всем! Я продолжаю знакомить вас с моей коллекцией надписей в городе Санкт-Петербурге, которую я собираю, когда вожу экскурсии по проходным дворам, ну и не только там. Именно поэтому данные надписи могут видеть далеко не все, и далеко не все могут оценить накал народного творчества, всю степень абстракции, идиотии и абсурдизма. У нас уже было два выпуска по теме, если вам интересно, я размещу ссылки на них в описании под этим видео. Начнем мы вот с этой наскальной надписью, она находится в районе Лиговского проспекта во дворах, думай об анонизме, и внизу такой счастливый кротик, если вы постарше, то помните этого мультяшного персонажа. Надпись сохраняется уже не один год, и будет ли она следующим летом, я проверю. Немного актуалочки, как можно разнообразить всевозможные протестные призывы. Причем обратите внимание, что помимо слога «ми» представленного, там есть еще и еле заметная запятая после краткого. Шах и мат коммунальщики, но я уверен, что эта надпись, которую я сфотографировал в районе Суворовского проспекта, долго не прожила, потому что на самом деле коммунальщики, как правило, в общем-то ничего не хотят закрашивать. Это инициатива активных граждан, которые стучат, и на этот стук коммунальщики не имеют никакого права не ответить. Это не надпись, это сцена в проходных дворах между улицей Восстания и улицей Маяковского, как горный орел на вершине Кавказа, и с первого взгляда ты особо и не заметишь, что здесь в этом кадре привлекает внимание такого человека, как я. Если вы не знаете, как себя похвалить, но сделать это без высокомерия, то вот вам, пожалуйста, прекрасный паттерн. Во дворах у станции метро Нарвская мы видим интересы эпохи. Скажи, наркотикам нет, но не забудь перед этим отметиться на стене. Закладочники уже так достали местных жителей, что они прямо подсказывают им, куда лезть не стоит. Вот эта надпись в районе Садовой улицы, это, кстати, был мой новый маршрут, пока я его проводил только один раз. Я думаю, что это прям слоган 2022 года, и что-то мне подсказывает, что и 2023 года тоже. А это просто некий абсурдистский прикол, и я лично обожаю такие вещи. Котик, выбегающий из подъезда, также сфотографировано в районе Суворовского проспекта. В районе Песков я уже два раза водил по проходным дворам, и один из главных рассказов во время этой экскурсии, естественно, касался писателя Гаршина, который в активном порыве бросился в лестничный пролет, но меня привлекла в данном случае не столько мемориальная доска, сколько вот эта вещь над ней. Какой тайный смысл вкладывал автор в эту инсталляцию, я не знаю, но выглядело оно достаточно брутально. Ну, а эта фраза может произноситься по любому поводу в любое время дня и ночи. И уж, конечно, читая комментарии под некоторыми видео. Чем прекрасен Петербург? Тем, что здесь в последнее время довольно редко встретишь слово из трех букв, а вот, например, цитату из Маяковского «Вуаля». Это отрывок из его программной поэмы «Облако в штанах». Здесь у нас отметилась любительница шоу экстрасенсов, ну или уич-рока. Петербургские стены вопрошают и спрашивают вас, собственно, как вы себя ощущаете в этих лабиринтах судьбы. Данное произведение современного искусства тоже смотрится весьма брутально, особенно, конечно, в контексте того, где оно было сфотографировано, потому что там вокруг примерно такая же атмосфера. Вот этой надписи уже, по-моему, нет, потому что она была сделана в районе опрашки. Последний раз, когда я водил экскурсии, я там ее уже не увидел. И я не знаю, возможно, это опять-таки какая-то цитата из какой-то песни, может быть, рэпчик какой-то. И обратите внимание, что здесь у нас идет диалог. Следи за собой даже во снах. Я панк, мне, так сказать, все равно. А вот эту надпись про котят я постил у себя в социальных сетях, и мне подсказали, что это какой-то рэпчик. Очень крутая работа, притяжение петербургского колодца. Если вдруг вы знаете автора или если сам автор это смотрит, отзовитесь, я вас, так сказать, отмечу. Правда, все тут такое радужное, что нынче, как вы знаете, не приветствуется, то ли дело унылые серые петербургские стены. Юра в нашем сердце навсегда, но, скажу честно, не в моем. Никогда не было фанатом, ну пусть будет легендой. Ну а тут просто набор всего того, что мы любим. И половой вопрос, и Виктор Цой, и все, что душа пожелает. Это не надпись, это уникальный раритет. Один из трех, которые были мною обнаружены в городе Санкт-Петербурге. Табличка убежища, где должна зажигаться лампочка, чтобы указать вам путь в это самое бомбоубежище. Но тема, как это не покажется странным, стала довольно актуальной в наши дни. Ну а если вы не знали, как выглядит Вильзевул на манер петербургских дворов, то вот так вот он выглядит. Одна из моих любимых надписей. Питер в чистом виде. Ни Коля, ни Вася, ни Павел Перец, а Марк Аврелий. Лох. Шикарная надпись, которую пытались затереть, но не получилось. И это тоже, как мне подсказали, отрывок из какого-то рэпчика. Просто раритет советской эпохи, который был мною обнаружен над одной из коммуналок в одной из питерских парадных. Общество защиты животных одобряет, да и не только общество защиты животных. В общем-то, я надеюсь, что среди моих зрителей живодеров нет. Еще один шаг и мат коммунальщикам. Я, простите внимание, что там даже, опять-таки, пошел диалог. И внизу, и справа. Очередная абсурдинка из питерских дворов. Это то, за что я обожаю свой город. Да, я об этом говорил, и я еще буду говорить об этом не раз. Абсолютно потрясный раритет. Из-за прашки, которая в очередной раз тут вроде как должна приказать долго жить. Очень нас порадовала надпись «Диорелла Диорея». Ее можно и так читать. Ну и внизу, посмотрите, какой прекрасный блямур вас ждет. Ну и если вам еще недостаточно этого французского амура, то там еще и шарман. Вообще, сходите-ка как-нибудь вечерком в опрашку. Ну, можете предварительно посмотреть мой видос оттуда. Там прекрасно. Наделайте массу фотографий. Может быть, даже еще покруче, чем то, что сделали мы во время одной из последних экскурсий. Очередной шах и мат. Если вы готовы жить отшельником, то попробуйте закрасить эту надпись. Хотя я надеюсь, что у моих зрителей секс бывает только сочный. Это у нас уже дворы Сименцов. Я еще не снимал эту видеопроходку. Сделал обязательно в следующем сезоне, но уже неоднократно водил там экскурсии. Здесь не хватает мемчика вот с этим, с плачущими бабами и с котиком, да. То есть, как правильно читать? Пожалуйста, не рисуйте на воротах, тупых не. Или, пожалуйста, не рисуйте на воротах. Пожалуйста, не ставьте машины, тупых не касается. Первый раз водил по этому маршруту. Это у нас проходные дворы от Лиговского проспекта в сторону улицы Марата. И вот на помойке был найден вот такой, даже не знаю, транспарант или что это. Это у нас во дворе возле Гагаринской улицы. Насколько я знаю, данный автор весьма известен в Петербурге. И таких ангелов он рисовал, писал много где. Но я вот встретил его только в конкретном месте. Приятно, что четверостийшее, естественно, содержит весь петербургский флер, включая котиков. Ну, а это мое состояние, которое я пытаюсь проецировать и на вас. И надеюсь, что данное настроение вам когда-нибудь передастся, если уже не передалось. Ну и когда оно вам передастся, то вот вы можете пойти и сделать вот так вот пальчиком в дырочку. Потому что вы помните про сочный секс? Всячески желаю, чтобы он у вас был именно таким. Это надпись уже из области каких-то иммажинистов. Пора то, что можно поменять автомобиль на хлеб. Или эгофутуристов. А вот это утверждение становится «Чем ты старше, тем актуальней». Увы, с возрастом время сжимается. Крайне актуальная надпись для всех. Ну, а для меня особенно с утра. А может быть, это имеется в виду, что нужно проснуться просто по жизни. Чудесный вариант. Это мне прислали, скажу честно. Потому что видите, какой прекрасный человечек, с каким прекрасным ирокезом. Ну и понятно, когда вы думаете про Петербург и ирокез, то, наверное, первая ассоциация приходит. Это я. Прекрасная история во дворах, опять-таки в районе Метронарская. Эта надпись уже была в одном из предыдущих моих выпусках, потому что она прекрасна. Если кого-то любишь, это не значит, что не можешь считать его мудаком. Так вот, веду очередную экскурсию и вуаля, закрасили. Но не до конца. Причем обратите внимание, что это работа не коммунальщиков. Это вот какой-то обиженный человек. Возможно, адресат этой надписи. По-прежнему взываю в пространство. Может быть, найдется автор, потому что это не единственная надпись, которую он или она сделал. Или сделала. И все они прекрасны. Кстати, хочу заметить, что они сделаны мелом. То есть человек заботится об окружающей среде в этом городе. И при этом конкретно эту надпись долгое время никто не закрашивал и не смывал. Ну а это без комментариев. Моя любовь уже давно во дворах Питера. А, собственно, не только во дворах, а вообще во всем этом городе. А вот, кстати, это прекрасное произведение словотворчества в его первозданном виде. Котики, это безусловно. Любовь тут без базара. Абсолютно. Снято во время прогулки по проходным дворам Петроградской стороны. Это примерно там же, где долгое время жил Нельсон. Ну а вот этот вот совет, он прям актуален для нас всех в нынешней ситуации. Московская, петербургские терки. У меня есть любимая история, как я шел к своему знакомому Степе, который долгое время в Москве устраивал прекрасный фестиваль Боль. К сожалению, больше мы его не увидим. Это был фестиваль такой независимый музыкальный. И, как сейчас помню, подхожу уже... У него была как-то вечеринка. Подхожу к его двери в районе улицы Трубная. И он мне в этот момент звонит и говорит, ты где? Я говорю, да я уже стою около твоей парадной. Он говорит, парадные у вас в Петербурге у нас подъезды. Не знаю, где во дворе можно найти колючие кустарники, но на самом деле знаю парочку и даже троечку таких. Ну и напоследок еще немножко актуалочки. Посмотрите, как все начиналось. Какие агрессивные шли концептуальные войны, почти как в комментариях под видео. А в конце пришел кот Леопольд и всех попытался помирить. Ну что ж, друзья мои, год заканчивается. У нас будут последние экскурсии в Москве 25 числа, финальные предновогодние. И будет новогодний цикл у нас в Петербурге аж с 31 декабря. Гуляем в любую погоду. Запасайтесь термосами, фляжками, ну или кому как будет удобней. Одевайтесь потеплее и приходите. Расписание есть на сайте, так что почти что каждый день в новогодние праздники мы с вами гуляем. В конце вас по традиции ждут мои книжки с автографом. Ну а если вы не можете присутствовать очно, то можете купить их тогда у меня на сайте. Правда, в этом случае без автографа. Есть острый социальный роман «Корень», крайне актуальный в наше время. Еще более актуальная книга о пиаре во время русско-японской войны с большим количеством картинок. Ну и хит всех сезонов. Это мой путеводитель Невский с перцем. Прекрасно читается, вне зависимости даже от прогулки непосредственно по самому Невскому. Потому что это, по сути, история не только Петербурга, но и всей нашей страны через дома и различные ситуации. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Гуляйте по Петербургу, со мной или без меня. Все, что вам нужно знать, находится в описании под этим видео. Все необходимые ссылки. Я надеюсь, что мы с вами увидимся. Пока! Пока!